Перед нами разрозненные файлы, которые мы хотим объединить. Adobe Acrobat Pro позволяет это сделать, даже не заходя в саму программу. Выделяем файлы, правая кнопка, объединить файлы в программу Acrobat. Значит, единственное, на что надо обратить внимание, что у нас титульная страница не имеет нумерацию, поэтому она размещена в конце. Мы можем или здесь её перетащить, или присвоить ей изначально циферку, заведомо меньше остальных, чтобы она ушла в начало. И тогда у нас автоматически она будет в начале. Объединить. Объединили. Ну, в таком приближении мне читать неудобно. Тем более, что текст на боку. Что тоже иногда неудобно. Поэтому можем воспользоваться опциями редактирования. Повернуть страницу. Выбираем все страницы, потому что они все имеют одинаковое направление. И не на 180, а на по часовой, против часовой стрелки. Так, попробуем. Отлично. 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 Значит, здесь у нас получилось. Так, у нас получилось. Всё в одном документе. Хо-ро-шо. Чтобы переход был не... Я не люблю, когда такой плавный переход. Я люблю одновременно находиться на одной странице. И тогда я в настройках файл, свойства, вид при открытии, меняю режим посмотра, значит, на постранично. Постранично. Сохраняем, 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 сохраняем. Ну, допустим, сохраним. Укажем путь сюда. Ctrl-C, Ctrl-V. И укажем путь сюда. Так, сохранили этот новый файл. Закроем. И откроем его заново, чтобы проверить. Вот, собственно, сразу видно всё, что на странице. И всё получилось в одном файле. Эти чёрные полосы можно тоже обрезать. Но они вроде не мешают. И поэтому пусть пока будут. Это первая часть. Так мы собрали документ в кучку.